Мальчики и девочки И отправляйте нам в официальную группу ВКонтакте Детки не по сетке Родители обязательно вам помогут это сделать А самые лучшие творческие работы Мы обязательно покажем в нашей программе Сказки на ночь Ну а сейчас мы будем слушать продолжение Сказочной забавной истории Про дядю Федора Печкина и его друзей Вы готовы? А глава, которую я вам прочту Называется «Письмо из Простоквашино» Жарким летом всегда хочется, чтобы пришла зима И побольше с нами была хотя бы на один день И это такая зима желанная Такая красивая и солнечная Одним словом, мороз и солнце – день чудесный А когда зима приходит Она часто бывает совсем не такая Сплошные метели, заносы и даже заморозки И каждый год дядю Федор зимой в Простоквашино не пускали Нечего там делать зимой в Простоквашино Там одна только простуда живет А Шарик с Матроскиным в Простоквашино круглый год проводили И лето, и зиму, и осень И все в одной одежде И ничего, не простуживались, не кашляли даже И вот однажды зимой дядя Федор из Простоквашино Сразу два письма получил Первое письмо было от Шарика Дорогой ты наш отец, дядя Федор От этого Матроскина житья совсем не стало Раскомандовался Только и слышишь Поди, принеси, подай Сходи в магазин, сбегай на почту Поруби дрова Вымой за собой посуду А у меня посуды одна только миска И мыть ее нечего Языком взял, облизнул и все И дрова мне не нужны Мне в моей шкуре и так тепло В общем, если ты не приедешь Я его больно укушу А в остальном живем мы хорошо Можно сказать дружно Только спорим часто Вот мы уже целую неделю спорим Кто должен дверь закрыть Матроскин молоко пролил И в доме стало скользко Мы-то привыкли А вот другим-то нашим гостям трудно Теленок Гаврюша в дом вошел Ноги разъехались Он второй день вон в сенях лежит Он тяжелый, его не поднять Мы его туда, домой и не понесли Все нам там кормим Почтальон Печкин вошел Подскользнулся и сразу под стол въехал Очень смешно Лежит, сердится Говорит, правильно вы дверь не закрываете На улице теплее, чем у вас Пусть к вам тепло с улицы-то заходит Дядя Федор, прикажи Матроскину дверь закрывать Твой вечный друг Шарик Второе письмо было от Матроскина Дорогой дядя Федор От этого Шарика житья совсем не стало Ничего делать не хочет Только с фоторужьем бегает А когда убегает, так спешит Что дверь ему даже закрыть некогда Увидел кабана в огороде и помчался за ним с фоторужьем по сугробам А кабан-то наш простоквашенский Не шибко-то грамотный Он фоторужье от простого не отличает Он подумал, что его стрелять хотят И целый день гонял нашего охотника по полям Пришел он весь мокрый и с ногами под кровать залез А дверь закрыть у него, видите ли, сил не было А я ему не прислуга Почтальон Печкин к нам приходить перестал Потому что однажды подскользнулся И заехал под стол Он говорит, что на улице теплее, чем у нас в доме Дядя Федор, я тебя предупреждаю Если Шарик завтра не закроет дверь Я перееду в коровник к корове Мурке Там на 3 градуса даже теплее А Шарик пусть здесь мерзнет У нас в доме, особенно на кухне, настоящий полюс Холода получается Молоко у нас по всем лавкам куличками стоит Оно твердое, и его из ведра целиком можно вытряхнуть Любящий тебя кот Матроскин Ну что, мои маленькие друзья А сейчас время позднее И время смотреть мультфильм А продолжение сказочной истории мы дочитаем завтра А я с вами прощаюсь Пока